Гороскоп на 14 июня 2022 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наше новое видео, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Лучшая ваша благодарность за проделанную работу – это ваша поддержка. Приятного просмотра! Во вторник, за чтобы Овин не взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться, есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам. В какой-то момент Овну может показаться, что промедление смерти подобно, и если он подастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок, а такие ошибки могут стоить дорого, Овну следует держать себя в руках. Во вторник ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги. Противоречивый день. В первой половине дня вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешными окажутся сотрудничество с партнерами и обращение к начальству. Неблагоприятные тенденции второй половины дня могут поставить вас в неловкое положение или привести к финансовым потерям. Избегайте знакомства со львами и тельцами. Если есть возможность, проведите вечер на природе. Сегодня начнут реализовываться тайные замыслы Овна. Начальство поручит вам серьезный и выгодный проект, который позволит в будущем продвинуться вверх по карьерной лестнице. Гороскоп предсказывает неприятное известие, касающееся дальнего родственника. Овну не стоит углубляться в то, за что придется нести ответственность перед близкими людьми. Вечером подходит для романтичной прогулки и объяснения в любви. Во вторник телец будет порхать как бабочка и жалить как пчела. Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе к конкурентам, которым во вторник лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям тельца можно только посочувствовать. Любые попытки поставить ему палки в колеса во вторник способны обернуться тем, что телец превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов. Критический день. Рекомендуется воздержание, пост, трезвая оценка действительности. Между тем, сегодня вас могут пригласить в гости в незнакомое место к не совсем знакомым людям. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. День проходит под знаком срывания масок и познания худшего в людях. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. 14 июня тельцу поступят новые перспективные предложения, которые следует внимательно обдумать. С решением не торопитесь, иначе потом сами об этом пожалеете. Можно блеснуть своими интеллектуальными и творческими способностями перед коллегами. Это укрепит ваш авторитет и позволит занять более прочные позиции. Вечером телец решит домашние дела в этот летний выходной день вряд ли вдохновят тельцов. Многим захочется простора, новых впечатлений. Вы уже готовы помчаться за ними на край света. А вот кто-то из ближних явно игнорирует вашу инициативу, ну и пусть. Во вторник звезды гороскопа советуют близнецам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет близнецов к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого Я. Это вовсе не означает, что близнецы должны противопоставлять себя окружающим, но если они хотят добиться многого, то должны искать свой собственный путь и не быть как все. День пробуждения и преобразования космической энергии. В физическом плане неблагоприятный день. Могут быть мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами или решением финансовых вопросов. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Гороскоп советует близнецам копить деньги, а не тратить их на всякую ерунду. Тем более, что финансовое положение у вас на данный момент стабильностью не отличается. В личной жизни ожидаются перемены, которые заставят близнецов задуматься о более прочных отношениях с избранником. Под вечер может ухудшиться самочувствие, но травяной чай и теплая ванная позволят успокоиться. Во вторник в любых делах раку будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня рак посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у рака нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности. День обещает пройти продуктивно, ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, от и до. Ракам лучше перенести на утро решение важных вопросов, требующих логичности и четкости. Ведь к вечеру заметно возрастут такие негативные качества, как капризность, агрессивность, мечтательность. Высока вероятность семейного конфликта на этой почве. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все плохое и хорошее, поскольку раньше на это просто не хватало времени и сил. Уделите больше внимания детям, общение с ними не только поднимет настроение, но и внесет в душу радость и покой. Сегодня рак будет излишне импульсивным и впечатлительным. Это отразится на всем, на отношениях с родственниками, на работе и даже на домашних питомцах. 14 июня вам следует быть начеку, если вопрос коснется вложения финансов. Кредит или краткосрочные займы, увы, не выход из положения. Встреча с друзьями поможет раку развеяться и оптимистично взглянуть на жизнь. Во вторник звезды гороскопа призывают льва задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед. Во вторник отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги лев может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством, реализовать свой давний проект. Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой. Основную профессиональную активность лучше всего проявлять в начале дня. Ближе к вечеру вас больше заинтересует общение, получение новой информации и оптимизация текущих методов работы. Но во взаимодействии с коллегами вас могут поджидать трудности, ведь вашу активную жизненную позицию могут разделять не все. Крайне неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешенные проблемы или отложенные на время дела закружат вас в стремительной карусели. Судьба вновь испытывает вас на отвагу и крепость духа. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Сегодня велика опасность травматизма, так что в любом деле будьте внимательны и осторожны. Удача будет сопутствовать льву во многих начинаниях, как обещает гороскоп. Особенно, если они сами будут нацелены на победу, они проведут весь дома, читая скучную книгу и слушая аннотации родственников. Для улучшения финансовой ситуации льву понадобится помощь влиятельного человека. Возможно, что он неоднократно оказывал вам поддержку, поэтому вы уверены в нем на все сто процентов. Во вторник деве следует быть вдвойне осторожной. Возможно, любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах ее жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что во вторник дева может быть втянутой в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться. Чтобы этого не произошло, ей следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно. Основное внимание дев будет сосредоточено на финансовых проблемах и семейных отношениях. Это можно использовать для окончательного решения волнующих вас вопросов, например, семейного бюджета. А вечером вы не сможете удержаться от желания как следует отдохнуть. Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы. Успешным окажется сотрудничество с деловыми партнерами. Единственной неприятностью этого совсем неплохого дня может стать ссора с человеком из близкого окружения. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. Если есть возможность, проведите вечер этого дня на природе. 14 июня на Деву навалятся все проблемы разом, как в личной жизни, так и в работе. Но благодаря поддержке близкого человека и мудрого совета вы сможете преодолеть половину из них. Главное не лениться и найти новый подход даже к тому, что вам знакомо. Деве поступит интересное предложение по поводу работы за границей. Прислушайтесь к внутреннему голосу, чтобы дать достойный ответ. Во вторник в руках весов все будет гореть. В хорошем смысле этого слова, а дым вокруг них стоять коромыслом. Весы настроены по-боевому. Они готовы направить свои усилия на любой фронт работ. Другое дело, что ситуация будто в насмешку. Будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные весы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им во вторник, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном. Это день творческого подъема. Он обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни. Однако важные дела или неожиданное известие заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами. Гороскоп предсказывает весам день, наполненный эмоциями, встречами и неожиданными новостями. Если вы приложите усилия и распланируете свои силы, то сможете перещеголять в работе истинных профессионалов. Придется решать вопросы по поводу покупки жилья, а также заниматься оформлением визы. Вечером в семейном кругу весы обсудят план предстоящего отпуска. Середина месяца благоприятна для влюбленных. Они смогут освободиться от рутинных забот и провести время, как им захочется. Представители противоположного пола будут проявлять к весам интерес. Вы можете привлечь избранника своими оригинальностью мышления, легкостью на подъем и способностью экспериментировать. Во вторник замечательный день для всех скорпионов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду. Звезды гороскопа предоставляют скорпиону шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Во вторник скорпион может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и скорпион уже перестал надеяться на результат. Первый выходной день обещает стать благоприятным для гармоничных отношений с окружающими. Можно попытаться отгородиться от суеты постоянно накапливающихся проблем. Полезно остановиться, оглядеться. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя. В результате могут исчезнуть некоторые недоразумения в любовных, партнерских или супружеских отношениях. В жизни нет ничего такого, что можно не сделать, так будет мыслить скорпион. Ваша таинственность немного раздражает окружающим, но именно она позволит притянуть на вашу сторону влиятельную личность 14 июня. Контролируя эмоции и не раздражаясь по пустякам, скорпион сможет рационально подойти к финансовым вопросам. Ищите золотую середину во всем, чтобы добиться успеха. Во вторник – хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг стрельца будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более звезды гороскопа во вторник мало склоняют стрельца к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, стрелец не пожалеет. Сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту. День несет негативные тенденции. Обольщение – ложные обещания, напрасные надежды. Неблагоприятное расположение планет грозит вероятными финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами, а любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию. Сегодня стрельцу следует чаще слушать советы старших, а не бежать, сломя голову, на красный свет судьбы. Чем уважительнее и чуче вы будете относиться к людям, тем больше добра и понимания получите в ответ. Обстановка на работе наколится из-за агрессивности одного из коллег. Начальство поручит стрельцу ответственное задание и отправит в командировку. Гороскоп советует тщательно подготовиться к поездке. Благодаря своему умению создавать комфортную и уютную домашнюю обстановку, стрельцы могут оказаться в центре внимания особ противоположного пола. Многие станут магнитом, притягивающим удачу. Их советы будут весьма ценными, своевременными и точными. Если вы думаете, что сможете победить, то вы это сделаете. Вера, вот что необходимо для удачи. Во вторник Козерогу лучше всего удастся строить воздушные замки. Они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Козерога мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Козерогу во вторник стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них. Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы, расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня вам придется решительно взяться за разрешение различных проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно. Звезды предостерегают от неожиданного стечения обстоятельств, которые неблагоприятно отразятся на личной жизни. Возможно, неудовлетворенность вами в семье. Причиной этого послужит ваша занятость или недостаточное внимание к близким. 14 июня у Козерога будет масса грандиозных идей, но они не смогут реализоваться от неожиданно сложившихся обстоятельств. Ожидается внезапный приезд родственников, а также проволочки с переводом денег на карточку. Многие моменты будут откровенно раздражать Козерога, а вечером масло в огонь подольет любимый человек. В следующий раз не обещайте то, что не сможете исполнить. Во вторник водолей имеет все шансы заглянуть за горизонт. Ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, водолей столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют водолею во вторник открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило. А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади. День отмечен материальными тратами, потерями. Заметно выросшие расходы могут быть связаны с более открытым образом жизни, проблемами с детьми и с престарелыми родственниками. Будьте осмотрительны, контролируйте все, что происходит в профессиональной и личной сферах жизни. Однако скупость не делает вам чести. Гороскоп советует водолею задуматься о том, куда он поедет в отпуске. Возможно, вы хотите отправиться в путешествие дикарем, что довольно-таки рискованно и опрометчиво. Семейные хлопоты поглотят вас с головой, поэтому времени на работу почти не останется. Если водолей проанализирует свои поступки, то сделает вывод, что эмоциональность и требовательность ему только вредят. День символизирует любовь, романтику, радость. Водолеи в общении с любимым человеком будут обходительны, мягки, уравновешенны, и того же будут ждать от партнера, предупредительны, но чуть холодноваты и отстранены. Старайтесь добиться во взаимоотношениях максимальной душевной близости и взаимопонимания. Во вторник для рыб наступает новый этап. Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для рыб, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют, все будет хорошо. Рыбы сумеют не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинуться далеко вперед. Для практической деятельности лучше всего подходит первая половина 14 июня. Ведь именно тогда профессиональные навыки рыб будут на высоте. Вечер куда более подходит для неформального общения, даже с непосредственным начальством. Смело пускайте в дело различные психологические уловки, они могут дать вам преимущество. День благоприятный для приобретений. Он может стать плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды. Можете делать полезные покупки, начать ремонт в доме, делать перестановки. Рыбам захочется изолировать себя от всех и продумать план действий на ближайшую неделю. На работе полный оврал, а энергии у вас хватает ровно на пару часов неустанного труда. Возможно, что вам следует больше отдыхать, выезжать на природу и окружать себя позитивными людьми. 14 июня рыбам понадобится поддержка человека, который уже не раз спасал их от финансового кризиса. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Хорошего вам дня и до новых встреч!